Всем привет! В этом видео хочу вам показать свои покупки уходовой косметики, которые у меня накопились за эту осень. И давайте начнем. Сперва я хочу начать с косметики для мужчин. Это у нас будет вот такой вот шампунь от May for Men, который у нас представлен в сети магазинов Ева. Это у нас альянс красоты. Шампунь-кондиционер, то есть два в одном для всех типов волос. Уменьшает выпадение, восстанавливает, укрепляет. Здесь у нас экстракт хмеля и жиншиня. Как видите, очень огромный здесь флакон, целых 400 мл у нас здесь в нем. Думаю, что хватит этого шампуня любому мужчине на долгое время. Посмотрим, как будет работать. Еще никогда не брали продукцию от May для мужчин. Поэтому посмотрим. Подарили нам вот такой гель от F.A. Это у нас F.A.N. Edition, то есть какой-то футбольный выпуск. 250 здесь мл объем. В принципе, стандартный для геля для душа от F.A. На немецком здесь все написано, поскольку, насколько я знаю, гель был привезен оттуда. В принципе, главное то, что хочется о нем упомянуть, это его аромат. Он очень приятный, такой мужской, насыщенный, ярко выраженный. И я думаю, что понравится абсолютно любому мужчине. Дальше также еще хочу показать дезодоранты. Здесь у меня их два. Покупали. Это Nivea Man 48 часов. Экстремальная свежесть. Антиперспирант. В принципе, здесь стандартный объем 150 мл. Будем пользоваться Nivea. И также еще Garnier Man. Минерал. Этот у нас уже был антиперспирант. И, в принципе, он понравился. Поэтому решили покупку повторить. Как здесь указано, он позволяет коже дышать без спирта и парабенов. Также еще подходит для черного, белого и цветного. Жидкое мыло для рук от Isana. Не могла пройти мимо лимитки. Это у нас кактус. Называется мыло. Огромный объем. Здесь пол-литра. И здесь у нас идет сладкий и фруктовый аромат кокосового ореха и тропических фруктов. Ароматы, правда, очень приятные. Мне напомнил чем-то пену. Также лимитку. Пену для бритья кактус. Очень похожие ароматы. Возможно, это одна и та же серия. Как мне кажется. Поскольку и там, и там кактус. В общем-то, естественно, я не могла пройти мимо. Я обожаю все лимитки от Isana. Да и вообще все, что производит Isana. Поэтому, несомненно, это была предсказуемая покупка. Дальше. Также еще приобрела, что касается жидких мыл. Вернее, даже это герри для душа. Но я их использую как жидкие мыла. Поскольку, как герри для душа, ну не знаю, как-то они мне не идут. Я сюда вставляю обычно дозаторы и использую как мыло. Во-первых, у Гопчинской вышел, ну вернее, это Альянс Красоты. Серия Гопчинская. То есть, ее иллюстрациями. Вышел вот такой вот гей для душа. Называется он Кофейный пунш. Здесь стандартный объем у всех гелей. 275 мл. Здесь у нас, ну да, я думаю, что должен быть кофейный аромат. Я не люблю вот эти вот дозаторы, поскольку они очень жесткие, пластиковые. Крышки очень быстро отлетают. Поэтому обычно эти все крышки я выбрасываю. И, как я уже упомянула, вставляю сюда дозатор и использую как жидкое мыло. Вот думаю, что в ближайшее время я начну им пользоваться. Он, как видите, такой, наверное, кремовый, что ли. А может, это такой гель идет. Но густой. Густой. И это меня определенно радует. Следующий гель, который также вышел вместе с этим, это у нас ягодный латте. Вот такой вот очень-очень яркий. Здесь химозный аромат. Очень сильно ярко выраженный аромат ягод, каких-то фруктов. Латте я здесь абсолютно не чувствую. Но зато чувствую очень сильно ягоды. Ну или же латте, извините. Кто как, кому как удобно. Или латте, или же латте. В общем-то, здесь, конечно, да, химии очень много. Это видно и по цвету геля, и по его аромату. Но как жидкое мыло, я думаю, что пойдет на ура. И третье мыло, которое я приобрела вместе с этими двумя, это у нас фруктовый капучино. Также здесь вот такие вот милые иллюстрации. Этот гель у нас уже идет такого розового цвета. Это все так мило, симпатично выглядит, что не купить. Правда, сложно. И как мыло, это отличная вещь. Хочу вам показать крем от Исана. Это их лимитка Lovely Winter. Здесь огромнейший объем, 500 мл. Хватает этого крема на огромный промежуток времени. Что у нас здесь указано? Что крем имеет теплый аромат ванили. И в составе у нас есть пантенол, который улучшает способность кожи удерживать влагу. Также предотвращает ее пересыхание. Также здесь в составе еще кокосовое масло. И также еще масла какао и ши. Которые, естественно, благоприятно влияют на кожу. Нейтральный PH. В общем-то, состав определенно радует. Если верить вот этому описанию, вот же еще он также на английском. Если вам интересно, посмотрите. Но, как видите, на первых двух местах у нас идет вода и глицерин. Конечно же. Аромат здесь просто превосходный. В принципе, это аромат лимитки позапрошлого года. Snow White. Белоснежка. Идентичный абсолютно аромат. То есть, они просто уже решили в этот раз назвать это все Lovely Winter. И, собственно, аромат абсолютно не поменялся. И это меня радует, поскольку аромат просто шикарный. Он такой сладкий, конфетный. Очень-очень вкусный. Правда, хочется это все дело скушать. В общем-то, с удовольствием буду пользоваться зимой. Конечно же. Оставила этот крем на зиму. Дальше хочу вам еще показать скраб для тела. Это у нас скраб от Fresh Juice. Лимитка их. Гонялась я за ней долго. Слава богу, я ее нашла, потому что интересно было попробовать. Но покупала уже давно. Это манго и цветок лимона с маслом органы. Как видите, да. Limited Edition. Стандартный здесь объем 225 мл. Такой он яркого цвета. Я, кстати, уже его использовала несколько раз. Как видите, он и правда такой очень яркий. В принципе, как и всем скрабу Fresh Juice. Они все очень яркие. В каждом составе есть масло, которое увлажняет кожу. И аромат. Аромат тропический такой. Фруктовый, экзотический. Пахнет не только манго, а вообще вот фруктами. Ну, правда, очень-очень приятный аромат. И мне кажется, я этот скраб все-таки оставлю на теплое время года. Попробовала пару раз и все. Пока отставлю. Потому что все-таки аромат абсолютно не подходит для зимы. Поэтому однозначно, я думаю, что будет ожидать весны. Ну, или уже аж лето. Приобрела я себе вот такую вот новинку от Schwarz. Glisskur серия. Я хотела еще приобрести себе шампунь и бальзам. Но в итоге купила только спрей. Решила, что мне достаточно будет и спрея. Хотела себе давно. И вот, наконец-то я решила приобрести. Не нравится мне, конечно, что здесь вот так вот бежалось на вот этот штрих-код заклеен скотчем. И боюсь это все отрывать. Потому что может это все дело повредить упаковку. И, собственно, эстетически не будет уже приятно пользоваться этим средством. Ну и то, что здесь вот так вот все заклеено, тоже меня не устраивает. Поэтому, наверное, все-таки придется это все снять. Но вот так вот это все заклеивается в сети магазинов Ева. Это, как обычно, идет двухфазное средство. То есть, сверху у нас идет такое оно светло-розовое, как пена. И снизу вот такая прозрачная водичка. Это все вы дело смешиваете. И получаете однородную вот такую вот массу, которую вы распыляете на волосы. Как на мокрые, так и на сухие. В принципе, как вам угодно. Эти спреи всем известны. Думаю, все знают, как их использовать. Многие их любят. Конечно же, цена на них все выше и выше. Но они радуют. Они имеют приятный аромат. И они помогают волосы расчесывать и распутывать. В принципе, больше они ничего не делают. Но и за это спасибо. Экспресс кондиционер, если точнее быть, называется это все дело. И подходит он для волос, которые склонны к повреждениям. И у которых сеченые кончики. Я думаю, подойдет абсолютно для всех спре этот. Поскольку с кончиками проблемы, я думаю, что у всех. Для волос у меня еще появилось вот такое масло. Также в виде спрея. Приобретала его не я, а моя мама. И она мне его решила отдать. Поскольку ей оно не подошло. У моей мамы кудрявые волосы. И это масло делает ее кудрой. Я даже не знаю, как сказать точно. Но оно их делает абсолютно такими мягкими. В общем-то, не знаю, волосы как будто мочалка от этого масла. Он слишком их расслабляет, утяжеляет. Они не держат форму. Они просто какие-то сосульки висят. В общем-то, для кудрявых волос это масло абсолютно не подходит. Поэтому она отдала это масло мне. И это у нас, кстати, фирма Giordini di Beleza. Покупала, кстати, на его без скидки. Оно стоило больше 100 гривен. Наверное, 130 или 140. Да, и вот так вот вышло обидно, что оно не подошло. И здесь, кстати, пластиковая упаковка. То есть, за эту цену, в принципе, упаковка могла бы быть лучше. Стекло бы могло быть. Очень все так хиленько и не совсем качественно выполнено. Giordini di Beleza. Это у нас итальянская компания. Представлена она в сети магазина Watsons. Это у нас идет органовая сыворотка. Марокканское золото с маслом органы. Ну, буду пробовать. Я надеюсь, что все-таки мне она подойдет. Здесь объем 80 мл. Она обеспечивает защиту для окрашенных и завитых волос. Даже так. И противодействует стрессу и повышает яркость цвета волос. Интересно. Буквально нужно нанести несколько капель этой сыворотки. Ну, вернее, даже, да, это не масло, это сыворотка. На вымытые и подсушенные полотенцем волосы. Но еще все-таки немного влажные. Ну, в общем-то и все. В принципе, можно это средство использовать перед тем, как сушить волосы феном. Будем пробовать. Мне интересно, что же все-таки это за штучка и как она будет работать уже на моих волосах. Дальше. Приобрела также средство для лица. Решила приобрести. Уже давно заглядывалась на вот такую вот линейку от Доктор Санте. Чистая кожа. Во-первых, приобрела мицеллярный гель для умывания. Сюда входит гиалуроновая кислота, аквапарины. Должно быть идеальное очищение. 0% СЛС, силиконов, парабенов и остальной всякой гадости. Это у нас компания Эльфа. Но я думаю, что все знают, откуда у нас берется Доктор Санте. Интересно будет попробовать. Там, как видите, вот такие вот пузырики. И я надеюсь, что этот гель будет отлично смывать макияж с лица. С глаз как бы мне особо не нужно. Глаз я отдельно смою. Но хотя бы с лица надеюсь, что этот гель будет смывать все. И также еще в пару к нему взяла тоник. При транспортировке, при том, как он ко мне ехал, да, при доставке немного тоник вылился. А то здесь, ну, буквально немного. Совсем, в принципе, не существенно. Тоник тоже самый. Гиалуроновая кислота, аквапарины. Должен идеально очищать. И, насколько я понимаю, подходит для всех типов кожи. Ну, в общем-то, в пару к гелю. Решила взять и тоник. Посмотрим, как это все дело будет работать. Дальше еще приобрела для лица вот такую вот масочку. Долива. Мы хвалили эту серию, эту фирму и не раз. Но у меня почему-то никогда ничего не было. Я решила вот начать с маски. Это у нас маска утренняя свежесть. 30 мл всего лишь здесь. Я не ожидала, что будет маска настолько маленькая. В принципе, якобы ее нужно использовать только утром. Поскольку она помогает приобрести бодрость. Помогает также улучшить цвет лица. Кожа будет свежей на протяжении всего дня. Здесь у нас в составе компоненты оливковое масло, алантаин, гамма-мелис виргинский и витамин С. Один из главных ингредиентов. Это витамин С. И это меня радует также. В общем-то, вот такой вот здесь абсолютно маленький тюбик. Я вообще не знаю, на сколько хватит этой маски. Но я думаю, что ненадолго. Очень уж маленький объем. Не стандартно маленький объемчик. Но посмотрим. По-моему, я открывала уже. Да, там, как мне кажется, она такая кремовая. Да, кремовая она идет. Но, в общем-то, не знаю. Смотря какое у кого лицо, конечно. Но думаю, что уйдет она очень быстро. Посмотрим. Но мне уже хочется начать ее по утрам использовать. Так, вот там видно. Может, и не видно. Дальше. Еще приобрела одну маску. Это уже маска от моей обожаемой Исаны. Глиняная маска. Почему-то она стоит довольно-таки небюджетно. Что меня удивило для Исаны. Маска глина для лица с активированным углем. Абсолютно стандартная маска. Но почему-то немного на нее цена завышена. 50 мл. Здесь это уже стандартный объем. Она должна глубоко, как здесь указано, очищать кожу. И готовить ее к последующему уходу. Коробочка здесь вот такая. И сейчас... Ой, да. Попытаемся это все дело открыть. Здесь у нас идет вот такая вот маленькая баночка. Она идет... Я не знаю, по-моему, это... Или какой-то очень плотный пластик. Или очень тонкое стекло. В общем-то, или так, или так. Крышка здесь идет вот такая вот металлическая. В общем-то, вот такая вот глиняная малюточка. Кстати, давайте еще откроем. По-моему, там... Да, там пленка. Это мне тоже порадовало. И порадовало, поскольку... Ну, зачем? Зачем нам, чтобы там все было открыто? Нужно все-таки, чтобы она была запечатана. Я думаю, что в ближайшее время тоже я уже начну ее использовать. Интересно, как будет работать. Но, думаю, я увижу то, что, в принципе, можем увидеть от любой длинной маски. Подходит для нормальной и смешанной кожи. Как видите, made in Germany. Далее. Приобрела также еще одну лимитку от Isana. Это будет вот такой вот крем. Многие уже его успели приобрести. Я обычно лимитки, как я уже упомянула, не пропускаю. Это у нас японская гармония. Лимитированный выпуск. Крем для рук. Здесь у нас стандартный для кремушков этих объем 100 мл. И у нас тут аромат вишневого цветения. То есть, ну да, вишневых цветов из жасмина. Я уже открывала, пыталась аромат учуять. Ну, аромат, правда, такой цветочный. Очень приятный, обволакивающий, цветочный аромат. И мне кажется, что этот крем я все-таки оставлю на весну. Но, опять-таки, не зимний аромат уж точно. Это весна, это лето. Ну, наверное, весна даже больше. Дальше еще приобрела вот такой вот крем для ног от Greenway. Тонизирующий. Здесь у нас эфирное масло Ялыти. Ну, в общем-то, елки, наверное. И ментол. 150 грамм. Какой-то такой тюбик очень большой. Но, на самом деле, самого крема там где-то вот так вот. То есть, вот это все остается у нас пустое место. Не знаю, зачем делать такой громадный, тяжеленный тюбик. Непонятно. Ну, в общем-то, как видите, линейку Greenway обновили. Там теперь уже не прозрачные идут упаковки, а вот такие вот белые. Степень ухода четверочка. Хотя, в принципе, я вообще не понимаю, что бы это значило. Какая разница, какая цифра. Тонизирует, успокаивает кожу стоп, освежает, снимает утомление в дому. Также смягчает кожу ног. Передает гладкость. Ну, в общем-то, то, что должен делать крем для ног. Ну, в первую очередь, я его брала как освежающий крем, который будет расслаблять и, собственно, освежать кожу ног. Когда ноги устало или же когда просто жарко. Наверное, тоже я его оставлю на весну, на лето. Потому что, ну, зимой вряд ли я хочу для ног охлаждающего эффекта. Зимой хочется чего-то согревающего все-таки. Но, да, кстати, что здесь у нас? Здесь у нас тоже, как видите, все запечатано. Поэтому, наверное, пока я его открывать не буду. Посмотрим. Если устану и ногам что-то такого захочется, то тогда открою. Посмотрим. Дальше. Приобрела еще я вот такой вот дезодорант от Isana. Также новинка их. Мне не особо понятно, с чем этот дезодорант. То есть, какой вообще аромат здесь. Но что-то такое вот свежее. Даже здесь указано, что роликовый дезодорант fresh, то есть свежий, 50 мл, имеет свежий аромат. Все. И не содержит спирта. Это все, что здесь указано по поводу того, с чем он идет. То есть, какой здесь аромат. Просто свежий аромат. Как видите, здесь листочки и все. Я решила попробовать роликовый. Я обычно не люблю, поскольку они высыхают очень долго. И, в принципе, очень плохо работают сами по себе. Но я решила, что все-таки я попробую взять этот вот с свежим ароматом. Здесь аромат и правда такой, знаете, зеленый, растительный, свежий. Ну, правда, приятный. И этот ролик у меня уже в использовании. И правда, он имеет такой свежий, приятный аромат. Он, да, он сохнет долго, как и все роликовые антиперспиранты. Но все равно он предотвращает появление неприятного запаха. Он освежает. И, в принципе, он меня порадовал. Хотя я этого не ожидала. Но я могу вам его рекомендовать. Буду пользоваться и дальше с удовольствием. Далее еще приобрела от Rossman вот такую пасту Procudent Matte. Уже не знаю, какая у меня по счету. Перепробовала там уже все. И вот я взяла в этот раз Sensitive. То есть, которая идеально подходит для чувствительных зубов. Поскольку у меня чувствительные зубы, мне вдвойне стало интересно попробовать эту уже пасту. Здесь громадный объем 125 мл. И хватает этой пасты на долгое время. Обожаю эти пасты. Часто на них в Атсонс скидки. И всегда, когда скидки, когда акции, я всегда стараюсь взять. Поскольку это, правда, очень достойные продукты. И они прекрасно работают за свою столь бюджетную стоимость. И еще вам хочу в этом видео показать маску. Тканевая маска от Via Beauty. Это у нас питание и восстановление. Обновление. Тонизирует, увлажняет и оздоравливает. Здесь у нас идет экстракт тибетских трав. Коллагеновая маска. Я обычно пробую абсолютно разные маски от разных фирм. И в этот раз, в мой взгляд, упал на маску от Via Beauty. Коллаген серия. В общем-то, буду пробовать. Мне кажется, что абсолютно разницы нет между этими всеми увлажняющими масками. Но вот, буду пробовать. В этот раз Via Beauty. Посмотрим. Стоила она очень бюджетно. Особенно по акции. И в этом видео это все. Спасибо, что посмотрели. Скоро увидимся с вами. И всем пока.